что у нас там в госдуме просто трэш и угар там сегодня насколько я понимаю лишили полномочий сразу двоих депутатов государственной думы полномочий да 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 то есть да да один из них это сокол жириновского депутат власов да вот этот прекрасный замечательный человек а ну видимо к новому столу он так сказать не пришелся там может банит и любят но все больше как-то по лобкам а вот сообщается что пропустил более 60 процентов заседаний дважды присутствовал на заседании на заседаниях нового созыва да и соответственно 2 это уже справедливо роз господин белоусов там вообще очень интересная история тоже год прогуливал вот но тут как бы более уважительные у человека есть уважительная причина для прогулок и дело в том что не летом 22 года белоусов получил 10 лет лишения свободы данного так получилось взяточку взял в размере трех миллиардов рублей ну да неудобно получилось конечно правда после приговора еще участвовал выборах в адмуртии ну вот нет он не сидел в тюрьме видишь его даже не посадили а он успел там да поучаствовать нет 6 процентов к сожалению набрал а потом как я понимаю его объявили в розыске вообще не знаю где он находится и вот только сейчас госдума такая нет ну пропускает чек заседания надо значит что с этим делать и взяли до двоих депутатов лишили полномочия он участвовал в выборах и набрал 6 процент да а как он тогда сейчас является депутатом он является депутатом государственной думы а куда участвовал 6 процентов на выборы главы удмуртии а слушайте но это увлекательная история очень очень интересная история чуть чувак в федеральном пропуске не посещает такие заседания и только сейчас два года на минуточку с лишним прошло после избрания в государственную думу и вот собственно только сейчас этого господина соизволили лишить мандата удивительно что сейчас это сделали кто же кто же с ним подобное сделать если три миллиарда рублей это только по одному доказанному эпизоду за которую его разыскивать не говоря уже альтернативных скорее всего такие случаи тоже имели место быть вряд ли это вот первый его как говорится подход попытка да и сразу три миллиарда скорее всего не была какая-то эволюция которая его привела к таким достижением высоким это самая крупная взятка за всю историю современной российской федерации да и неудивительно что государственную дума два с лишним года еще думала лишать его этих полномочий нет а вот предыдущего лдп ровца хотел сказать хотел сказать любимую господин жириновского правую руку вот с ним так все в принципе как раз закономерно и логично жириновского нету отстаивать его интересы больше некому скорее всего внутри лдп 1 не очень любят там была большая конкуренция в банях за внимание владимир вольфовича наверное много недругов симпатий владимир вольфовича в отношении власова много недругов образовалась и скорее всего да его закономерно оттуда погнали да и ему сейчас мне кажется особо там делать нечего после того как вот это фаворитство связи со смертью владимир вольфовича это фаворитство пропало наверное у него там перспектив уже никаких не осталось да поэтому вот собственно за прогулы исключили для меня конечно удивительно такая форма да что такое в принципе Может быть, но учитывая, что внутри вот этой, в том числе, да, ЛДПРовской тусовки, там сейчас большие перетрубации, да, Слуцкий, который пытается всеми дыхательными, пихательными движениями доказать нужность, важность, да, для системы, что вот он может, значит, на месте Жириновского и пользу приносить и так далее, наверное, да, в том числе какие-то идут перетрубации, чистки, вот власовые погнали. Ну, интересен другой вопрос, да, заметят ли такие изменения граждане России? Да нет, конечно, что был влас в этой думе, что не был в этой думе, как поддерживал эту власть, так и, собственно, выполнял эту функцию. Ну, сейчас вот одним меньше, да, что он, вы хоть раз слышали его выступление за, сколько он там, второй созыв, третий созыв в Государственной думе, я, честно говоря, ни разу не слышал. И, наверное, нужно признать, что вряд ли он и выступал там, а если выступал в конкулементарных и каких-то там, значит, вежливых формах, да, лишь поддерживая эту систему. Ну, вот видите, да, пауки в банке под ковром пытаются друг друга кусать. В целом политика как продолжалась, так и будет продолжаться, потому что этот человек, несмотря на то, что типа в оппозиционной партии, уж точно никаким оппозиционером не являлся. Да и этот чувак с тремя миллиардами тоже. Слушай, по-моему, про этого взяточника-то вообще там ничего, никто о нём не слышал, знаете, о нём не знал. А вот Власов-то тоже особо не отсвечивал, и как фаворит Жириновского он не был известен, а получил он известность, как мне кажется, только благодаря тому, что его помощником некогда был Юрий Хованский, которого приговорили по делам экстремизма. Нет, ну зря ты. Власов-чувак достаточно известный, он практически на всех фото Владимира Вольфовича он наносил ему портфель. Это же тоже очень высокий уровень доверия, да, когда ты носишь портфель Жириновского. Просто другой вопрос, что это не совсем функция депутата, да, тем более типа оппозиционного депутата, что народ-то ждёт от тебя немножко иного. Вот, но, конечно, ты правильно сказал, да, история с Хованским его подсветила, но, к сожалению, не в том ключе, который был необходим.